Человек эпоха и это без преувеличения. Столетний юбилей отметила ветеран войны, труженица тыла и мама семерых детей Елизавета Александровна Иванова. Родилась она в Холмогорском районе, недалеко от Емельска. Всю войну была на оборонных работах в Киме, а уже в мирное время жила и трудилась на малой родине. Удивительная биография удивительного человека, которого мы имели честь поздравить с юбилеем. Для кого столетний юбилей, весомая дата, для виновницы торжества – это просто праздник в кругу большой семьи. Семеро детей, 20 внуков и 34 правнука. У Елизаветы Александровны в канун Дня Победы – День Победы над возрастом и временем. История труженицы тыла достойна того, чтобы стать нашей настольной книгой. С 13 лет пошла работать, воду таскала, потом в столовой работала, потом на оборонных работах была. Оборону Елизавета Александровна держала в Киме Ленинградской области. Мысленно переносится на 80 лет назад и рассказывает, как 20-летней девчонкой рубила лес и делала заслоны, говоря себе – враг не пройдет. Лес рубили, по 2 метра пни оставляли, чтобы танку, если целая лисина стоит, танк, лисина упала, он пошел. А 2 метра пеньки, он уже не пройдет, ткнется и все. Ходу не было ему, Гитлером. Враг не прошел, но и не всем защитникам Родины суждено было вернуться с лесных рубежей. В лес 100 человек, а из лесу полсотни. Возвращались только. Полсотни-то уже погибали. Еще чего сказать. Рассказчицу на время прерывают. Все же есть повод не только для воспоминаний, но и для поздравлений. Аксеев, поздравляю вас с вашим юбилением для рождения. Аксеев, слушай, здоровья вам. Да, вам полезно. Самое главное. Здравствуйте. Здравствуйте. Передаю вам от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина поздравительный конверт, поздравительный адрес, также поздравительный адрес от губернатора Архангельской области. Я ведь не вижу. Ничего, ничего. Слепа. Вам прочитают, наверное, родственники. Здесь искренние слова благодарности, поздравления, добрые пожелания. И, казалось бы, время для праздничного торта. Юбиляша, кстати, уже в мирное время работала в кондитерском цехе в Йемицке. Но доносящиеся с улицы звуки оркестра как бы приглашают на концерт в честь столетия. Легендарная музыка для легенды. На людей в форме смотрела с удовольствием еще и потому, что самой довелось поработать в органах милиции. Елизавета Александровна, кстати, именно там встретила любовь. Теперь дарит тепло своих рук многочисленным близким. Бабушка у нас родом из Йемицка и очень много родственников живет в Йемицке. Ну, соответственно, сегодня шлют поздравления, шлют открытки красивые. Все, как говорится, бабушки желают добра здоровья. Свои желания на втором веку Елизавета Александровна непременно загадала. И не скрывает, ждет, когда настанет момент нянчить уже праправнуков. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Регион 29.